Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Еще разряд... Ну как? Прямая... Третий разряд прямая... А мозг? Мертв... Антон Петрович... Давайте еще попробуем... Без толку... Ну что Степан Иванович... Хоже Господь услышал наши молитвы... Что почку нашли? Да... Вы готовьтесь к операции... А я в Ивсеевском... Дай Бог вам, Александр Ефимович... Дай Бог... Обработать... Скальпель... Немеденно прекратить операцию... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ни для кого не секрет, что наша медицина поставлена на коммерческую основу. И что на человека, который оказался между жизнью и смертью, смотрят исключительно как на источник прибыли. Мы приступили к работе по свежим следам, снимали скрытые камеры. И выяснили, что Дубова никто спасать не собирался. Его сразу же отправили на разделку, чтобы изъять органы. И, судя по всему, этот случай не единичный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а ну-ка, давай, гранусник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой кошмар, доченька, 38. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, проверил? Хорошо. Так, вот он ездит, вот адвокат ездит, за мной. А вот и герой сегодняшнего дня, адвокат-потрошителей Константин Шпагин. Ваши комментарии, господин адвокат. Так, сегодня в Щукинском суде слушается дело о трансплантологах-убийцах. И сегодня на крыльце суда собрались недовольны. Давайте снимем их поближе. Подходим ближе. Так, вы чем недовольны? Жизни. Марина Андреевна! Доченька, ну я позвонила Вере Петровне. Не волнуйся. Ну, конечно, я сказала, что ты заболела. Я единственное о чем попрошу тебя, не вставай с постели. Ладно? Все, вечером приду. Давай, целую. Пока. А что, Надь заболела? Да, представишь, заболела. Температура 38, миндалины, врача запретила вызывать. Господи, ну что я как маленькая у нее на поводу иду, а? И что она, целый месяц теперь будет дома сидеть? Бред какой-то. Я у Якушкиной. Ага. А вот и желтая пресса пожаловала. Да. Марина, дело тонкое. В защиту от расплантологов написано письмо на имя президента. Причем подписали его двадцать шесть ведущих медиков страны. Плюс пресса. Надо это иметь тоже в виду. Угу. Сегодня в новостях показали сюжет. Как-то у них все очень быстро получается. Уже понарешали ярлыков, убийцы в белых халатах, потрошители. Странно. И хлебом не корми. Да и только жареного. Ну хорошо, Марина, за работу. Хорошо. Идите. Прошу всех встать. Суд идет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прошу садиться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дело слушается в составе председательствующего судителя, предупреждения, предусмотренного предусмотренного частью 3 ст. 30 ст. 30 УК РФ и пунктами Ж и М части 2 ст. 105 УК РФ приготовления к убийству, совершенная группой лиц по предварительному сговору в целях использования органов потерпевшего. Я прошу слушать в зале. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дело слушается в составе председательствующего судей Серегины Марина Андреевны. При участии государственного обвинителя, старшего советника юстиции, прокурора Мурги Глеба Николаевича, адвоката обвиняемых Шпагина Константина Олеговича при секретаре Уховой Инге Витальевне. У участников процесса есть ходатайство? Нет, ваше счет. Нет. Спасибо большое. Судебное разбирательство считает открытым, слово предоставляется стороне обвинения. Прошу вас. В реанимацию Евсеевской больницы был доставлен Дубов Михаил Иванович закрытой черепно-мозговой травмой. Следствием установлено, что Дубова не пытались реанимировать, а готовили к забору органов. Хирург Смирнов и работник Центра трансплантации Ровнер собирались забрать его почки в момент, когда больной был еще жив. Этот факт установили врачи госпиталя ГУВД, прибывшие вместе с сотрудниками милиции. За подобное преступление предусмотрено наказание лишением свободы на срок от 8 до 20 лет. Я бы попросила соблюдать тишину и порядок. Очень трудно работать. Обвинение просит признать Ровнера и Смирнова виновными и приговорить их к 9 годам лишения свободы каждого. У меня все. Ваш чек. Защита настаивает, что обвинения представленной прокуратурой без доказательны, собраны в попыхах и не выдержат никакой критики с точки зрения профессиональной. Я бы хотела, чтобы вы говорили по существу. Хорошо. Пожалуйста. По существу, в версии господина прокурора есть только одно верное утверждение. А именно, то, что в ночь на 15 ноября в Евсеевскую больницу был доставлен Дубов Михаил Иванович с черепом, мозговой травмой. После первого осмотра его состояние было как несовместимое с жизнью. Я правильно говорю? В операционной три раза наступала клиническая смерть. Два раза сердце удалось запустить. На третий раз, увы, он скончался. Дальше. Хирург Смирнов вызывает специалиста из центра трансплантации. В следующий момент в операционную почему-то убегают неизвестные люди в масках. Спасибо, Ваша честь. Эти неизвестные люди обвиняют моих подзащитных в том, что они убили господина Дубова. Однако отнюдь они его не убивали, а лишь искусственно поддерживали функцию жизненно важных органов, чтобы эти органы потом достались каким-то другим больным людям. Понимаете? Поэтому обвинение нужно снять за отсутствие состава преступления. Я прошу с лишены в зале. И с двух сторон все, то суд начинает опрос свидетеля со стороны обвинения. Пригласите свидетеля в зал. В ночь на 15 ноября вы дежурили по отделению? Я. Вы присутствовали, когда привезли другого? Да. Он был в очень плохом состоянии. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Хулигана избили. Часа два на пустыре пролежал. В кровище. Похоже, черепно-мозговая травма. Да, вижу. Давайте в операционную. Ну что, Женя, поспали? Пошли. Скажите, а вы слышали, когда Смирнов звонил в центр трансплантации? Да. Слышал. В этом разговоре вас ничего не насторожило? Нет. Понимаете, наша больница постоянно находится в контакте и сотрудничает с центром трансплантации. Дубов на тот момент был еще жив? Я не вижу оснований, чтобы сомневаться в компетенции Антона Петровича. И если он вызвал сотрудника центра, следовательно, Дубов был мертв. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Александр Ефимович. Здравствуйте. Это Смирнов. Да, есть почка. Мужчина, сорок два года. Хорошо, я жду вас. Пропуск я закажу. Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, милиция? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА К нам поступил сигнал из отделения. Кто-то позвонился в сельской больнице и сообщил, что на территории реанимации готовится преступление. Мы действовали оперативно. 23-20 выехали по указанному адресу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ребята, пропускай. Какие нахрен пропускаете? Вот здесь человека убивают. Где здесь реанимация? Показывай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Немедленно прекратить операцию. Все вот эти от стола. Слышали? Выполняем. Назовите место вашей работы. Врач, госпиталь ГУВД. Вы прибыли на место преступления вместе с ОМОНом? Да. И что вы обнаружили? Осмотрев, мы убедились, Дубовой не пытались реанимировать, а готовили к забору органов. Слава Богу, что вовремя ударили по рукам преступникам. Да они по почкам ударили, Ваша честь. По живым почкам взяли и ударили. Защиты я не предоставлял вам слова. Простите, вырвался, но у меня протест, Ваша честь. Мои подзащитные еще не признаны виновными. Так что я прошу не называть их преступниками. Протест принимается, Владислав Акимович. Я бы просила, чтобы вы соблюдали корректность и не использовали ярлыков. Хорошо, но что это, если не преступление? Экспертизой было зафиксировано. Безусловно, факт. На теле Дубова были уже нанесены отметки. Явно для того, чтобы забрать почку. Владислав Акимович, приступайте. Ну как, живой? Пульт слабый, но есть. Что здесь происходит, я не понимаю. Вы кто такие? Кто вас сюда пустил, а? Бред какой-то. Фантасмагорье. Вот и мы хотим узнать, что здесь происходит. Человек еще живой, а почку мою вырезается. Они ему явно что-то ввели. В кровеносную систему Дубова было введено специальное лекарство. Именно это и помешало нам реанимировать больного. Ваша честь, вы позволите? Да, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, я хотел поговорить вот об этом лекарстве. А вы проверили, что это за вещество? Нет, но его ввели явно, намеренно, для того, чтобы имитировать прекращение жизнедеятельности больного. Да. И вы на 100% в этом уверены, да? Ну, не на 100%, но, судя по всему... Судя по всему, это только ваше предположение. Послушайте, уважаемый. А мне кажется, что вам не получилось оживить Дубова только из-за того, что, может быть, вы там колдовали над трупом что-нибудь. Протест, оскорбительные выражения. А какой из них оскорбительный? Уважаемый или колдовали? Вся фраза имеет издевательский подтекст. Это просто метафора. Господин прокурор, господин адвокат, я бы просила, чтобы вы были в зале заседания более корректны. И прошу защиту говорить по существу, а использовать подобные метафоры в другом месте. Продолжайте. Хорошо, я переформулирую вопрос. Господин эксперт, а вам не приходило в голову, что неудачная реанимация вызвана тем, что господин Дубов на тот момент был уже мертв? Если бы он был мертв, этот факт должен был быть зафиксирован в акте в констатации биологической смерти. Составлен и подписан по всем правилам. И только после составления этого акта сотрудники центра имели право взять почку. Но на месте преступления этого акта не было обнаружено. Такой документ был. Просто он был в компьютере, а вы даже не захотели у него посмотреть. Мы вынуждены были действовать быстро. У вас документом было явное нарушение. У сотрудников центра Ровнера были изъяты чистые бланки актов констатации смерти с подписями судмедэксперта. Это грубейшее нарушение закона. Хорошо. Ваша честь, возможно, судмедэксперт нарушил закон, подписав чистый бланк. Это возможно. Давайте не забывать о том, о том процессе забора почки, который тоже должен максимально экономить время. А вот по поводу пульса и сокращения сердечной мышцы у трупов это иногда бывает. Ну, знаете. Я-то знаю. Вот почему вы это не знаете. Нет, я-то знаю. У человека бьется сердце, а у него вырезают почку. Вот так как? Хорошо. Вам потом объяснят другие профессиональные люди. Скажите, пожалуйста, вот по поводу профессионализма. По какой специальности вы работаете в госпитале ГУВД? Вы? Трансплантолог, может быть? Нет, но я... Вы реаниматолог? Нет. Но кто? Но у меня... Ну что, по специальности вы кто? По специальности? Да, по специальности. По специальности отоваринголог. То есть, говоря по-русски, ухо, горло, нос. Господин прокурор, мы бы еще позвали педиатра. Протест неуважения, оскорбления должностного лица. Протест принимается. Хорошо. Ваша честь. А мне кажется странным, что в столь тонком деле, как трансплантация, эксперт, ну, как минимум, некомпетентен. У меня все. Спасибо. Скажите, вы присутствовали в ту ночь в операционной? Да, я... Я присутствовала. Давайте восстановим порядок событий. Что за чем следовало? Вот привезли Дубова, положили на операционный стол. Дальше. Дальше, ну, мы пытались его реанимировать. Еще разряд. Ну, как? Прямая. Третий разряд. Прямая. Полный ноль. А мозг? Мертв. Антон Петрович, давайте еще попробуем. Без толку. А потом доктор сказал, что бесполезно, и потом приехал Александр Ефимович, и мы начали готовиться к забору. Обработать. Скальпель. Немедленно прекратить операцию. А на тот момент, как по-вашему, Дубов был еще жив? Ну, я не знаю, ну, Антон Петрович, он же сказал, что мозг умер. То, что сказал Антон Петрович, разберется суд. По-вашему, были признаки жизни у Дубова? Как вам сказать? То, что он был без сознания, это точно. А потом, ну, мое же дело, ну, маленькое, ну, инструмент подать там. А то, что жизни касается, это же не моя компетенция. Я же не знала, что все так закончится. А если бы знала, я, думаете, участвовала бы в этом? Когда милиция приехала, Дубов был уже мертвый. Это медицинский факт, Ваша честь. Мы, Антон Петрович, сделали все возможное. Да мы же его дважды с того света возвращали. Адреналин, атропин, еще разряд. Ну как? Прямая. Ну, я хочу сказать спасибо милициям за то, что они спасли тело дяди от надругательства. Небось, своих-то родных не стали бы потрошить, а? Господин доктор, это что ж вообще творится-то, люди добрые? Светлана, свидетельница, суд делает вам... Я же все-таки законно. Свидетельница, суд делает вам замечание. Ваша честь, вы позволите? Спасибо. В данном случае имеет место быть явное расхождение в законодательстве. Вот восьмая статья закона о трансплантации органов не обязывает врачей считаться с мнением родных при вынесении решения о заборе органов умирающих. Ничего себе законно. Нет, ну это правда, это издевательство какое-то. Свидетельница, я делаю вам замечание. Продолжайте, господин доктор. Спасибо, Ваша честь. В то же самое время другой закон. О погребении и похоронном деле обязывает медиков запрашивать письменное согласие на вскрытие трупа и изъять у него органов. Таким образом, врачи поставлены в очень неудобную юридическую ситуацию. То есть закон о трансплантации освобождает их от ответственности, а согласно закону о погребении их могут обвинить в причинении тяжкого вреда здоровью, принуждении изъятия органов для трансплантации и даже убийстве. Граждане, да что вы их слушаете? Да разве не видно, что весь суд куплен? Ну, оправдать хотят этих потрашителей. Не выйдет! Сядьте, пожалуйста, на место. Приговорить! Приговорить! Выведите дебоширку сала, я требую дешевле в зале. Вы хотят обвинять этих потрашителей. Уберите руки с вами. 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 Служи меня! Вы будете ходить на крест! Служи меня! Служи меня! Служи меня! Ну что, в клинику? Простите, пожалуйста. Мне нужно кое-что у вас выяснить. Константин, если честно, сейчас абсолютно нет времени. Меня хоть и отстранили от операции, но плановый осмотр больных никто не отменял. После этой истории с Дубовым надо быть особенно бдительным. Новые ошибки нам не простят. А что же вы думаете, что история с Дубовым – это все-таки была ошибка? Кость, мы же столько уже об этом разговаривали. Извините. Да, ровно же. Поймите, мы сделали действительно все, что могли. Вот вы слышали сегодня выкрик из зала? Это по поводу того, что любого реаниматолога можно купить за бутылку в окт? Да нет. Один мужчина заявил, что я убил его дочь. В чем-то он прав. Я действительно не мог ей помочь. И что бы я ни говорил, как бы я ни оправдывался, для отца я убийца его дочери. Потому что она умерла на моем операционном столе. Ну, вряд ли вы в этом виноваты. Ну, вы знаете, как мрачно шутят мои коллеги. У каждого хирурга свое кладбище. Вот так вот. Нас в клинику срочно вызывать надо ехать. Поехали. Простите, а может быть я поеду с вами, и мы заодно поговорим? Ну, может быть для вас это будет полезно. Поехали? Поехали. Поехали. Да, конечно, мое дело зависит не от закона, а полностью от меня. Как я решу, так и будет. А по-моему, вы зря волнуетесь. Лично я за вас спокойна. Вот если бы кто-нибудь другое решение принимал, я, может, еще засомневалась. А вы же все сделаете правильно, справедливо. Ну, кому как не вам приговор-то выносить. Угу. Смотри, вчера одни митинговали, сегодня другие митингуют. Но этих нужда вывела. Мне кажется, они же действительно могут умереть, если искусственную почку вовремя не пересадить. А я смотрю, ты к этому делу тоже серьезно подготовилась? Марина Андреевна, у меня жизнь подготовила. Вот у меня есть подруга, у нее дочка уже второй год на гемодиализе. Вот она ее два раза в неделю в больницу возит. Кажется, сеанс по пять часов и стоит каждый сеанс семь тысяч рублей. Представляете, да? Ну, хотя вот искусственную почку пересадить, это же тоже удовольствие не из дешевых. Очень дорого. Да. Здоровье беречь надо. Пойдемте в отделение, я вам все покажу. Александр Ефимович, ну как там почка для Машеньки? Не появилась? Нет, нет, Анна Григорьевна, дорогая. А я так понимаю, вы адвокат? Это вы Александра Ефимовича защищаете? Да, я. Ой, а не могли бы вы как-то весь этот процесс ускорить? А то у нас из-за этого суда. Я постараюсь делать все, что в моих силах. Константин делает все, что от него зависит. Но поймите, пока процесс не закончится, мы ничем не можем вам помочь. Извините. Ждите. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Степан Иванович. Ну что же, вы хотели посмотреть на гемодиализ? Пожалуйста. Ну, как я вам? Включен к аппарату. Сам точно какая машина. Степан Иванович. Ну, все. Молчу, молчу. Ну что? Ну, поправляйся. Вы знаете, все серьезно. В общем, серьезно. Есть подозрения на пневмонию. Как? Необходима госпитализация. Подождите, ну, подождите. Ну, это же только подозрения. Если нужны лекарства, я могу съездить в аптеку. Необходима госпитализация. Вы рискуете здоровьем своего ребенка. Я вас предупредил. Ну, мы как-то не очень готовы к этому подождить. У меня завтра процесс и... А я могу там с ней остаться, приночевать? Да, это, пожалуйста, это есть. Платная палата. Это можно. Собираемся. Да, хорошо. Ваша честь, мы вчера выслушали эксперта обвинения. Сегодня мы бы хотели позвать своих специалистов. Я хотел бы вызвать для дачи свидетельских показаний Николая Николаевича Вязинского. Доктор медицинских наук, хирург, реаниматолог. У нас принято походе обвинять врачей в смерти пациентов. Между тем, каждый случай смерти, это ведь ЧП, оно разбивается в коллективе на клинике анатомической конференции. А вы не могли бы рассказать, как это происходит? Ну, создается так называемая летальная комиссия с участием патологоанатома, лечащего врача, главного врача, зав. отделением. Поверьте, дорогие мои, врачи борются за жизнь до последнего вздоха больного. Иногда происходит чудо, он оживает, но, увы, не в данном случае. А почему? Потому что то, что лежало в операционной Евсеевской больнице, было уже не пациентом, это было тело. А пульс дыхания могут быть даже у трупа, понимаете? У него даже могут сокращаться мышцы при попытке сделать укол. Рефлексы, знаете? Скажите, а если человек мертв, есть ли смысл забирать его органы? Все дело в том, что в состоянии определенной комы головной мозг необратимо мертв, а сердце может функционировать, кровообращение может наблюдаться. Именно поэтому тело такого человека может быть донором в течение суток. Причем единственное, что у него можно забрать, это почки. А как вы думаете, врачами из-за этого был введен наркоз? Ну, это обычная практика. Это обычная практика при смерти мозга. Все жизненно важные функции человека. Они требуют, требуется искусственное дыхание введения определенных гормональных средств. Ну, делается для того, чтобы сохранить органы для пересадки. Между прочим, почка – это очень скоро портящийся продукт. Она может ждать пересадки, ну, 20, самое большее, 25 часов. Директор Центра трансплантологии Чепель Виктор Иосифович. Товарищи, трансплантология – одна из передовых и самых высокотехнологичных ветвей современной медицины. Ее уникальность еще и в том, что у тех, кому требуется пересадка органа, не имеет никакой альтернативы. А без донорских органов трансплантология невозможна и бессмысленна. Вот сейчас в этом самом зале решается ее судьба. Хотя она уже давно решена. И она плачевна. Многие думают, забор органов аморален. А кто-нибудь поставил вопрос обществу аморальности общества по отношению к людям, поставивших их безвыходное положение. или пересадка органа, или смерть. Еще никто не подсчитал, сколько за этот год умер людей из-за того, что им не была сделана пересадка. Скажите, пожалуйста, а много у вас операций в центре проводится таких? 150 операций в год. Из-за этого процесса мы смогли сделать только две. И скоро уже год, как нет, не сделано ни одной операции на сердце. И отнюдь не по нашей вине. Не мы, врачи, товарищи, не мы, а общество обрекает этих людей я бы сказал, на гибель. Степан Иванович, расскажите, пожалуйста, какое вы отношение имеете к разбираемому здесь делу? То есть, как такое? Самое прямое. Почку-то этого самого Дубова должны были мне поставить. Я ее полгода ждал. Но так и не дождался. Операции уже не проводятся. Пока вы здесь выясняете, дай почку эту найти. Дело очень такое сложное. Редко бывает, чтобы у двоих человек эти почки совпадали. Вы же извините меня, что я продубываю-то так. Но поймите меня правильно. Вот ведь какая штука. Одному это смерть, о другом и продолжение жизни. Степан Иванович, а как живу теперь без пересадки? Так и живу. Скрывать не стану. Мучаюсь. Потому как для меня этот гемодиаз очень мучительный. Малочка, не плачет. Мне уже... Мне уже врачи сказали, что обязательно меня через недельку выдастся. Ну, доченька, я понимаю, ну как ты, что такая непутевая мать? Ну почему я не поглядела за тобой? Мамочка, ты только обязательно ходи на работу. Хорошо, ладно. У меня здесь хорошо. И тем более, каждый день ваш суд по телевизору показывает. Все врачи очень сильно волнуются за транспиологию. Хорошо. А что тебе завтра принести? Не знаю, что хочешь. Я тебе принесла клюквенный мурс. Я тебе картошечку сделала, курочку сделала тебе. Хорошо. Если что-то тебе нужно будет, ты мне позвонишь, ладно? Все скажешь. Только обязательно учебники принеси. Я буду учить математику и русский. Ты моя маленькая. Да ладно, отдыхайте. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дубов. Люди умирают каждый день. Сколько будет длиться этот процесс? Ваши комментарии. Сотни больных от вашего решения. Ответьте, пожалуйста. Марина Андреевна. Судебное заседание продолжается в том же составе. Слово предоставляется стороне обвинения. Прошу вас. Я бы все-таки хотел напомнить о сути дела. Даже если Дубов был уже мертв. Почему не был зафиксирован биологический факт смерти? Это грубейшее нарушение закона. Мы много чего здесь выслушали. И нелепые доводы и уловки адвоката, и пафосное эмоциональное выступление свидетелей. Все, конечно, хорошо, что процесс никого не оставил равнодушным. Но закон есть закон. И ни для кого не секрет, что за последние годы многие сферы медицины поставлены на коммерческую основу. У меня все. Спасибо. Защита. Врач – это очень уязвимая профессия. Ну вот если ты спас человека, тебя превозносят. А если не удалось спасти, то тебя проклинают. Вот как у нас сейчас. Переговора нет, а этих людей почему-то называют преступниками. В принципе, вся профессия от людей. И только три профессии от Бога. Это судить, учить и лечить. У меня все. Хорошо, спасибо. Обвиняемые вам есть что сказать суду? Ваша честь, господа. За эти дни здесь много всякого наговорили. Вас даже потрошителями называли. Ну что ж, довольно забавное определение нашего труда. Я за себя могу одно сказать. Я свою работу честно делаю. Ну, собственно, все. Александр Ефимович. Спасибо. За прошлый год, только в Подмосковье, было зарегистрировано больше двух тысяч смертей, связанных с травмами, несовместимыми с жизнью. Как ни странно это прозвучит, но эти смерти могли спасти жизни тысячам людей. Но врачи-трансплантологи узнали об этих случаях только постфактум. И уже не важно, какое бы ни было решение, судьи сейчас, люди, которые раздули этот процесс, достигли своей цели. Они нанесли непоправимый урон российской трансплантологии. а тысячи тяжелобольных людей потеряли надежду на будущее. У меня все. Хорошо, спасибо. Суд удаляется для принятия решения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Марин, ты судья? Вот и решай. Приговор именем Российской Федерации. Суд Щукинского района города Москвы в составе председательствующего судей Серегины Марина Андреевны при участии государственного обвинителя прокурора Мурги Глеба Николаевича, адвоката Шпагина Константина Олеговича, пресекретаре Уховой Инге Витальевны, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Смирнова Антона Петровича и Ровнера Александра Ефимовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации приготовления к преступлению и пунктами ЖИМ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации приготовления к убийству совершенная группа лиц по предварительному сговору в целях использования органов потерпевшего постановил признать Смирнова Антона Петровича и Ровнера Александра Ефимовича невиновными в совершении преступления. Уголовное преследование Смирнова Антона Петровича и Ровнера Александра Ефимовича прекратить. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 дней с момента оглашения приговора. Судебное разбирательство считаю закрытым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я ходила на УЗИ, пила таблетки с пельмами, еще мне делали уколы. Ты не боялась? Нет. Совсем-совсем? Это я боялась, когда была молодая и глупая. А сейчас взрослые умные. Будь здоров. Пойдемте-ка домой, пока мама не заболела. Да, да, мне доктор сказал, что не больше полчаса надо быть на улице. Ну все, пойдемте. Ой, как он, да. А, да. А, да. А, да. Я не могу. Я не могу. А, да. А, да. Продолжение следует...